Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Птица Дома. В эфире наша первая передача о птицах в новом формате. И сегодня мы вам расскажем много интересного о черных дроздах. Черных дроздов много в европейской части России и Европы. Различают около 14 видов. Точное число нельзя называть, потому что у орнитологов нет единого мнения на этот счет. Даже не верится, что 200 лет назад черные дрозды были дикими птицами. Жили в лесах и держались от людей подальше. Сегодня они не боятся людей и гнездятся поближе к ним. Даже откладывают свои яйца в цветочные горшки на балконах и террасах. Черных дроздов часто путаются с творцами из-за темного окраса и желтого клюва. Окрас дрозда однотонный. У него нет жемчужных переливов, как у скворца. А еще у черного дрозда тонкий длинный хвост, который он постоянно поднимает кверху. У скворца хвост широкий и короткий. Самка черного дрозда гораздо светлее. Окрас ее перьев не черный, а бурый. Их можно даже принять за разных птиц. Самки очень внимательные матери. Несмотря на то, что кукушки часто пытаются подбросить яйца в гнезда дроздов, удается им сделать это очень редко. Кукушки подбрасывают яйца очень изобретательно. Благодаря пестрому окрасу они притворяются хищниками, изгоняют самку с гнезда. И пока та отсутствует, подкладывают ей яйца. С черными дроздами этот трюк не проходит. Они прекрасно распознают кукушек и их яйца, если кукушке все-таки удается их подкинуть. Обследовав 59 770 гнезд, орнитологи нашли яйца кукушки только в трех из них. А это 0,005%. Интересно, что черные дрозды, завезенные в Новую Зеландию, за 130 лет разучились узнавать кукушек, так как они там не водятся, но не утратили способности распознавать их яйца. Самец ревностно охраняет территорию от чужаков и при необходимости не боится подраться. А если вблизи гнезда появляется крупный хищник, самка пытается его увезти, притворяясь раненой. Самка черного дрозда притворяется раненой. пытается увезти нас в сторону от гнезда. Вот мы сделали круг, а самочка нас уже поджидает. Она опять смотрит, кто идет, и опять начинает трепыхаться, показывать, какая она вся хромая, несчастная. Мол, подходи меня и бери голыми руками. Вот она, видите, как себя ведет. Вот так вот птичка защищает свое гнездо, берет, принимает на себя внимание хищников. Самка второй раз попыталась обмануть человека, но больше она на него не реагировала. Но когда мимо проходили другие люди, она пыталась их увезти. Черных дроздов трудно застать расплох, потому что они умеют спать половинками мозга по очереди. Это им помогает совершать длинные беспосадочные перелеты и выживать в местах, где много хищников. Почувствовав опасность, они сообщают о ней характерным продолжительным треском. К тревожному крику черного дрозда прислушиваются не только его сородичи, но и другие животные. Черный дрозд сияден. Он ест ягоды, насекомых, червей. У него отличный слух, который позволяет ему слышать копошащихся в листве насекомых. А еще черный дрозд прекрасный кревец. Его голос сравнивают со звучанием флейты. Через несколько секунд вы услышите, как он поет. А пока что я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал Птица Дома и ставьте лайки. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете о нашей передаче. Это поможет нам сделать передачу лучше. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok